А я сейчас не буду записывать специальное видео. На подушке нельзя сидеть, вдруг ляжет потом. Отдавать я могу, не только забивать. Чуть-чуть, что-то ерохо, блин, поплыл. Попить-то можно? G-Drive. Четыре гола, четыре удара, да? На поле я не выходил 45 раз. Ты был хорош. Ужас. Всем привет, дорогие друзья, я Андрей Шаломанов, и рядом со мной G-Drive лучший игрок октября Иван Сергеев. Всем привет. Привет-привет. Привет, Вань. Это будет большой выпуск про Ваню и про его успехи в октябре. Так что устраивайтесь поудобнее и погнали. Премия G-Drive лучший игрок месяца – это совместный проект футбольного клуба «Зенит» и сети АЗС «Газпромнефть», представляющих топливо G-Drive. После каждого официального матча «сине-бело-голубых» в сообществе «Зенита ВКонтакте» открывается голосование, в рамках которого болельщики могут выставить свои оценки футболистам. По итогам октября G-Drive лучшим игроком стал Иван Сергеев. Вэн, для начала задам тебе несколько вопросов. Давай. Ты несколько раз в интервью говорил о том, что самое главное – это успехи команды, командная победа. Но все-таки очень интересно у тебя узнать, каково это быть номером один в твоем спортивном коллективе. Что вообще для тебя значат персональные награды? В октябре или вообще? Вообще по жизни. Ну, конечно, это приятно, когда что-то выиграю или забиваю, отдаю. Но всегда говорил, что приоритет – это победы. Это, как говорится, лакмусовая бумажка. Ну, приятно и хорошо, что болельщики выбрали меня лучшим в октябре. Ага. А у тебя уже дома какая-нибудь полка специальная или, может быть, целая комната под личные награды? Ну, да, я все отвожу, и медали, и награды. Вот в первом сезоне тоже был два раза в каком-то месяце, уже не помню, когда переходил. И все домой отвожу к родителям. Там есть небольшая полочка такая, все там хранится у меня. Вот эту статуэтку мы тебе вручим перед матчем с Краснодаром, который, кстати, пройдет в субботу 11 ноября в 19.30 на Газпром-арене. Да, приходите поболеть за нас, и мы будем стараться победить. Вот, собственно, я как раз тебя хотел попросить, чтобы ты обратился к нашим болельщикам. Болельщики наши, приходите обязательно на игру в субботу в 19.30 с Краснодаром. Будет хорошая, интересная игра, матч тура. И всех ждем. Матч, может быть, даже всего чемпионата. Ну, я бы не сказал. Первого круга. Потому что впереди еще будут, я думаю, и важнее игры. Игрок выступит в роли комментатора и эксперта, смотря на лучшие эпизоды своей игры за прошедшее время. Сейчас первый момент с тем, видимо, как в тебя вселился Кевин Дебрюйн или кто-то наподобие, и врубай. Здесь передача была Дугласа на Матео. Матео скинул мне. И я увидел, если честно, Монтуана на дальней бровке и хотел передачу исполнить верхом. Но получилось намного лучше. Как говорится, хороший пас не пропадет. И получилось, что разрезал одной передачей все поле. Монтуан подстроился под передачу, прострелил. И Матео забил вроде десятый, да, гол? На самом деле суперский гол, и много кто оценивал. И говорили, что сделал хорошую передачу, но все говорили, что давал не туда, а давал на Барриса. Но Барриса я вообще не видел в этом моменте, когда на поле был. А сейчас, ну, я думаю, только Дебрюйн бы исполнил. Я пока не Дебрюйн, и я исполнил на Монтуана. Но так все супер, и передача, и Монтуан подстроился, прострелил, и гол, и вышли вперед. Так что, я думаю, все отлично. Давай посмотрим дальше, потому что оказывается, что это вовсе не случайность. Ты и дальше по ходу игры демонстрировал такие же... Вот этот вот момент, давай немножко назад. Так, это матч с крыльями. С моими любимыми крылышками. Вообще, как ты тут разобрался, как ты сориентировался, и как ты выдал эту передачу, рассказывай. Так, ну, здесь, во-первых, я не пошел в стык, потому что у меня была желтая карточка. И в последний момент понял то, что надо сыграть максимально аккуратно, чтобы не получить, не поставить команду, не удалиться. Выиграл борьбу, получил мяч, и видел, что сзади, ну, тут в кадре нету Монтуана на фланге. И получилось то, что отдал ему верхом на ход, вот он убежал. Я думаю, матч получился на самом деле классный. Самое главное, что выиграли. И если такие две передачи, значит, отдавать я могу, не только забивать. Новый талант образовался. Давай дальше посмотрим следующий эпизод. Так, следующий эпизод. Зенит-Балтика. А, это гол, наверное. Ну, скорее всего. А, да, вот Эра подает, принимаю, обыгрываю, гол, 1-0. Можно заканчивать игру. Так, ну, на самом деле здесь были в позиционной атаке. Ракович простреливал, ну, простреливал, подавал, наверное, на меня. Я был между двух центральных защитников. И так, честно, так и хотел обработать себе на ход. И получилось прямо идеально, что мне потом надо было подстроиться. Видел, что вратарь выходит. Обыграл вратаря. Мне еще помню, Тимошук говорил, мог падать, когда вратарь вот тут ногой мог сфалить. Но я был уже нацелен на то, что забить гол. Обыграл вратаря. И видел, что защитник бежит. Уже в створ ворот. И потом вверх пробил. То есть гол получился на загляденье, я думаю. И как раз один из пяти голов Кубка России в моем исполнении. Давай посмотрим празднование. Очень интересно узнать, что это означает, кому это посвящается. Да не знаю, что-то так, блин, в голову все приходит. У меня нет такого своего празднования в Зените. Да, в крыльях было, там показывал эти очки такие. Вот. Но здесь как-то приходит все в голову быстро. И не знаю. Самое главное, что гол забил. Когда болельщики ищут какой-то подтекст, тут его не стоит искать? Нет, нет. В наших болельщиках нет. А, ну это гол. Гол, гол, гол. Такой гол, честно, для меня этот гол значим был, потому что я его не праздновал. Так как у меня умер перед игрой за несколько часов мой тренер, один из моих тренеров, который дал мне дорогу в футбол, да, который меня отвез в Москву, в Строгино, и где я начал свой карьерный путь. Я хочу сказать ему огромное спасибо. Я всегда буду помнить его заслуги. Так, гола давайте. Ну, тут Владимир точно не отдал передачу, он бил, и как-то машинально получилось так, что я его принял, и принял неудобно, можно сказать, мяч взмыл вверх, и потом я уже поставил корпус. Ты поставил корпус, и от тебя отлетают два защитника, вообще немаленькие мальчики. Ты что, в качелке целыми днями зависываешь? Да, с Павел Сергеевичем мы ходим в тренажерный зал перед тренировками иногда, так что чуть-чуть поднабрал массы. Вот, ну, не Лукако, конечно, но, может, когда-нибудь стану им. И мяч уже упал потом мне в ноги, и я как-то замахнулся, видел, что вратарь упал в угол и спокойно покатил низом мимо вратаря. Смотри, здесь ты, как и многие наши латиноамериканцы, подходишь к Егору Бочкову. К Риду. Да, отбиваешь ему кулачок. Скажи, у россиян тоже зарождается вот эта вот традиция празднования для соцсетей? Нет, такого празднования не было, просто я хотел поблагодарить своего тренера, и поэтому я подошел к камере. Скажи, почему россияне не празднуют на камеру голы? Ну, не знаю, у нас как-то менталитет другой. Давай дальше смотреть. Давай. Так, это... А, вот, опять зенит крылья. А, ну, это гол, да. Ну, Героха взмыл. Ну, вот тут... И снова два совсем немаленьких мальчика отлетают от тебя, как от стенки. Это как? Ну, я бы не сказал, что прям как от стенки. Да, где-то выиграл первые шаги на скорость, и мне оставалось бежать только между защитниками центральными. Поставил корпус, как-то раскидал руками так вот, гребся, можно сказать, и проткнул мимо вратаря. Вот. И хорошо, что тот гол был победный, потому что это была концовка уже. И Ерохе. Спасибо огромное. Потому что Ерохе играл сначала чуть выше у нас, инсайда, а потом уже где-то в опоре. И выиграл борьбу, которая привела к голевой передаче. Ты думаешь, он так и планировал или случайно получилось? Я думаю, да, так и планировал. Просто я тут что-то больно быстрый, блин. Не знаю, раньше тоже бежал, но потом где-то скорость пропала, но тут, может, посвежее оказался. Это пару килограммов скинул и побежал. Буквально же за пару минут до этого отменили твой гол. Да. И ты пришел себе силы. Пришлось круга два раза поздравить. Я потом кругу говорю, может, у тебя вторая дочка родилась? Нет. Самое главное, хорошо, что забили второй, и в концовке он оказался победой. Ну и давай финальный эпизод смотреть. Здесь важно понять, касался ли ты мяча или нет. Ну, конечно. Какая роль в этой атаке? Не видно, смотри. Как не видно? Сейчас второй повтор будет, я даже на стоп нажму. Это твоя голевая передача, правильно? Ну да. Если это я. Так, зацепились на той половине поля, Байро создал передачу мне. Я видел, что Вэндалл вбегает в сезон за защитников, за спину, да. И получилось его подсечь над ногой. И получилось супер. Он принял мяч и перекинул вратаря. Что я не сделал до этого в двух моментах. А, вот здесь, кстати, может быть, видно. Ну да, вот, видно. Как говорится, в клюшке на пятаке, ой, в хоккее, клюшкой на пятаке подставил свою ногу, кривую. И она оказалась голевой. Ваня не только забивал, но и отдавал шикарные голевые передачи в этом месте. Сейчас мы проверим, хорошо ли игрок следит за своей статистикой. В октябре Иван Сергеев появлялся на поле во всех официальных матчах команды. Если перевести эту информацию в минуты, то получится ровно 372. Это седьмой показатель в составе. Однако за отведенное время нападающий стал не только лучшим бомбардиром «Зенита», но и занес в свой актив сразу несколько любопытных показателей. Правда или ложь? Иван Сергеев, точнее всех, бил поворотом в октябре. Правда или ложь? В октябре. На мне ударов-то там наберется 4. 4 гола, 4 удара, да? Ну давай скажем, что это правда. Да, так и есть. 7 ударов. Ты лучший по этому показателю в команде. Я думал, еще Матео, наверное, может быть. Ну, ты его опередил. К сожалению, я тебе сразу так не скажу, но ты был хорош. Спасибо. Из 9 нанесенных ударов целых 7 приходились в створ ворот. Феноменальная точность, а также умение находить правильные позиции на поле помогли Сергееву забить 3 мяча. Еще один из-за досадного нарушения правил в момент атаки команды был отменен. Важно отметить, что голы в кубковых матчах против «Балтики» и «Крыльев» позволили нападающему войти в пятерку лучших бомбардиров в истории этого турнира. На данный момент Сергеев занимает третью строчку в списке лучших голеодоров Кубка России с 20 точными ударами. Тебе нужно сказать «больше, меньше или равно»? Ты, вспоминая свои вот эти Дебрюйновские закидушки, отдал 90% точных передач. Больше, меньше, или... За все игры? За октябрь. А, ну вот, которые в октябре были, да, за все игры? Точность передач 90%. Он что, пирло, что ли, получается? 90% это много, наверное, для меня так. Ну, я думаю, чуть-чуть поменьше, наверное, будет. И ты совершенно прав. 87% точность твоих передач. Что тоже не хухры-мухры. Помимо того, что Иван забивает сам, он также старается создавать моменты и для партнеров. В прошедшем месяце у игрока появился один очень зрелищный и эффективный навык, который не всегда получается хорошо выполнить даже у мировых звезд. И это сверхдлинные передачи. Какое слово пропущено? Внимание. На поле в октябре ты делал это 45 раз. 45. На поле я не выходил 45 раз. Это я делал 45 раз. Так, не забивал. 45 точно. Небольшая подсказочка. Да, может, это передачи могут быть, 45 передач. Или это может быть... Ты успеха в этом достигал в 27% случаев. Это единоборство. Да, да, совершенно верно. 45 раз ты вступал в единоборство. Кстати, вот 27 успешных. Это плохо. Ну, для меня, для нападающего. Я же большой. Честно, надо побольше. Честно, надо побольше. Как и любому нападающему, Сергееву приходится часто вступать в единоборство с игроками соперника. Конечно, не все из них заканчиваются успешно. Но, несмотря на это, форвард стремится действовать не только у чужих ворот, но еще и активно помогает своей защите. Что частенько способствует перехватам мяча. Движемся дальше. Найди лишнего. Голевые передачи в прошедшем месяце тебе делали. Монтуан, Клаудиньо, Ерохин, Иракович. Кто лишний? Ну, все делали. Голевые? Да, в октябре. Монтуан, кто еще? Монтуан, Клаудиньо, Ерохин, Иракович. Иракович, да. Клаудиньо, да. Ну, Монтуан, значит. Да. А Монтуан в том году много отдал. Да. Даже там писали, что-то связка там джокеровская. Отдал, забил. Это даже, возможно, я придумал. Ну, да. Ну, нам с Монтуаном, наверное, на замену ходить. Пусть отдает тогда в конце. Джокер действительно так и есть. Октябрь стал для Ивана по-настоящему выдающимся. Он лидер команды по точным ключевым передачам, по количеству созданных голевых моментов, по ожидаемым забитым голам, а также он вместе с Александром Ерохиным делит первую строчку в списке лучших ассистентов команды в прошедшем месяце. И финальный факт для тебя. Сколько раз за месяц ты попадал в офсайт? Один. Совершенно верно. Ты же каждый свой матч пересматриваешь. Откуда такие познания? Ну, один. Думаю, один. Что это за матч назовешь? Сказать с Балтикой. Да, совершенно верно. 3 октября с Балтикой. Господи, даже на все дополнительные вопросы этот человек правильно ответил. Мои поздравления. Спасибо. С этой рубрикой мы разобрались. Впереди у нас фотографии. Мы покажем игроку фрагменты фотографий с ним. Футболист должен угадать, что скрыто на изображении. Вань, сейчас я тебе покажу... Домашняя? Бригаду, пожалуйста, какие бы домашние. Ты о чем? Не знаю, где там. В сланцах. Ой. В тапках хожу дома. А ты такие размещаешь? Нет. Мы бы сразу с Индеги посмотрели. Так, сейчас мы тебе покажем кусочки фотографий. Тебе нужно отгадать, что происходит в этом эпизоде. Ну и, собственно, рассказать, что на полной картине находится. Давай. Итак, первая фотография специально для тебя. Как ты думаешь, что здесь? Здесь мне больно. Пока правильно. Ну, это с крыльями на кубах игра, гол, Изидор сзади вроде празднует со мной. Совершенно верно. Да. А ты в этот момент получил травму или что? Почему боль испытываешь? Или Изидор так сильно тебя хватает? Не знаю. Все радостные должны заняться в плане, кроме меня. Я даже не знаю, что-то случилось. Я думаю, может, Палыч сфотографировал как-то неудачи на меня. Ну, давай скажем, что нога, потому что он на колено у полка завел. А так, честно, не помню. Я думаю, это просто кадр такой попался от фотографа. Надеюсь, все было хорошо. Давай дальше. Давай дальше смотреть. Ага. Куда-то мы уставились с Александром. С Колем. Так, ну это игра с крыльями. Да, даже Игорь помнит. С крыльями? Да, с крыльями. Ну, наверное, наверное. И тут кое мне что-то... А, Илья ему что-то показывает. Я уже не помню. Может, какую-то игру обсуждали. Честно, не знаю. Ну, давай так. Что... На что вы смотрите для начала? Телефон. Мой. Давай, давай проверим. Смахи вправо. Совершенно верно. А, ну там, наверное, какая-то игра была. Или какой-то момент. Я не знаю, показывал, но... Ну, то есть вы увлекаетесь как-то еще отдельно футбольной аналитикой? Что-то разбираете между собой? Нет. Что-то мы смотрели точно. Блин, не помню. Может, какую-то игру. Или гол. Чей-то, не знаю. Может, Кейна гол там. Не помню, правда не помню. Ну, точно склянем. Ну, слава богу, не мема. Подожди, подожди секундочку. Еще один вопросик. Просто интересно, на самом деле, что ты вообще в свободное время смотришь, слушаешь. Может быть, подборочку топ-3 специально для наших зрителей. Песню, фильм, сериал, например. Ну, честно, мало чего смотрю. Телек сломался дома. Шучу. Ну, дома, если в основном, если футбол идет какой-нибудь, могу посмотреть, интересный, европейский. Ну, на Ютубе позалипать, на Рутубе. Битву экстрасенсов смотрел. Ну, один так интересный, прикольный посмотреть. Кстати, вот, выпуск был до этого. Он выходит в субботу вроде. Ну, и группу какую-нибудь одну любимую назови. Группу какую? Музыкальную. Да, честно, я меломан. Мне все нравится. Вот прям все. Ну, кроме тяжелого, вот этого, рока там. Для меня это, я не знаю. Только если в тренажерке включат, под это жим сделать. А так, любую музыку, честно, вообще нравится все. Принимается. Слушаем любую музыку по советам. Потом как-нибудь я составлю список. О, такими обещаниями расписываются. Перед игрой слушал, вот сейчас последнее, помню, этот. Модер-токинг перед Балтиком. Давай дальше. Что это за обстоятельства? Где ты что-то делаешь? Это мы с Богдановичем, с Сергеем Богдановичем Симаком ездили к Орлову на заправку там что-то у нас было. Правильно? Да, совершенно верно. Давай посмотрим правильный ответ. Тачку заправляю, конечно. Твой взгляд-то какой-то, не знаю, тут куда смотрю, на березу какую-то. Секундочку, ты не автолюбитель? Да нет. Я люблю сесть в стадии, все спокойно. Кофе взял, поехал. Как ты до базы добираешься? Я живу тут за забором. Все. Это, 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 переехал уже. Сделал ремонт в квартире, переехал, так что можете не ждать. А то мы с Сашей Коваленко, ну вот рядом, вот тут тоже снимают квартиру, и мы каждое утро, ну в 10 встречаемся и идем за кофе там, в кофейню. И нас уже там поджидают. Вот. Вчера вечером заходил, помню, и женщина говорит, такая, так, вас сегодня не было. Но ребята маленькие были. Я говорю, сколько человек? Они говорят, 9. До этого 3 было. То есть ждут ребятишки, чтобы сфотографироваться, сделать автограф. Ну приятно, конечно, но я им один раз сказал, школу-то не надо прогулять, чтобы идти в школу лучше. Ну смотри, а ты получается, вот насчет фотосессий, ты большой фанат такого, небольшой? Как ты вообще фотографироваться любишь? Ну честно, вообще не люблю фотографироваться, как-то не мое это. Имеется в виду позировать, вот там вот так, встать так, а вот в игре, если сфоткают, неудачно, как на там кадре, то нормально. Последняя фотография. А, нет, не последняя, не последняя. Что происходит на этом снимке? Чуть-чуть-то Ероха, блин, поплыл. Спит, может? Так, ну это... Гол. Празднуем. Кругового. Поздравляем с рождением дочки, только я не помню, какой первый или второй. Это... Первый, наверное, гол. Отменен. Ты что, прописывал сегодняшний сценарий, ты сам все это готовил? Откуда ты знаешь? Ну давай, давай посмотрим. Ну примерно, я так. Потому что, да, да, потому что я помню, что Ероха был по правой плече у меня, когда мы качали. Ничего себе. Так, дальше, да? Да, давай дальше. Ужас. Серьезно? Что там? Может, не будем народ смешить, а? Ну, Вань, это все ждут, на это все хотят посмотреть. Я не хочу хайпа над этим. Это я без бороды. Ну да, ну давай заглянем уже, наконец-таки. Я не помню команду, но это, наверное... А фон сами делали или был фон? Это то, что мы нашли в сети, в интернете, так что непонятно. Вряд ли ты в космосе летаешь. Ну да, в космосе было, кстати, в Самаре я в этом. Ну я думаю, это Самара, наверное. Или Баторпеда. Что-то одно из двух. Самаре, да. Вырежи, пожалуйста. Расскажи, почему ты так трепетно готовишься. Да посмотри, сколько мне лет, блин. Мне ничего не продадут, себе магазин поедут, а с шоколадками. Не знаю, больше не буду бриться. Один раз пообещал, когда в Самаре был, что если вызовут сборную, то побрить, больше не буду. И недавно мне сказали побриться, я сказал, нет. Если выиграем кубок и чемпионат, то, может быть, золотой, может быть, покрашу бороду, но брить не буду точно. Больше хватит. Хватит смешить народ и самого себя. А по-моему, неплохо, честно говоря. В чем секрет твоей бороды, как мне такие же густые, тут отрастить, так сказать? Ну не знаю, мне, наверное, от отца пошло. У меня отец тоже весь заросший. У него прям на груди, на спине, я помню, когда маленький был, все время ходил, за грудь таскал. А так, не знаю, нравится. Ну попробовал один раз, отрастил, и все, и мне понравилось. Я до этого, когда не вызвали сборную, там, наверное, года четыре, лет пять не брился. Ничего себе. Ну то есть ты никак не ухаживаешь, ничего особенного? Ухаживаю. Каждое утро, я стою, у меня какое-то дерево, это все разъерошено, приходится, купил себе расческу специальную. Результаты долгого труда, дамы и господа. Налицо, да. Борода мне помогает играть в футбол. Да точно. Во всяком случае, вот тому свидетельство. Вань, это было суперски, это было весело и интересно. Мы узнали много нового о тебе. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Друзья, спасибо большое, что посмотрели. Мы ждем вас на матче против Краснодара на Газпром-арене 11 ноября. Вань, желаем тебе дальнейших успехов. Спасибо. И побольше персональных и командных наград. Ну, давайте командных. Ладно? А это... А это придет. А это поедет к родителям. Спасибо. Счастливо. Спасибо большое.